Слава Святому Богу! Слава Всевышнему! Пусть Бог благословит. Немножко тяжело говорить, потому что я сдала вчера кровь. Немножко тяжело говорить. Всех, кто любит Господа. Я нахожусь под впечатлением от поста Татьяны Колос о том, что она не простит все насилие, которое проявляли на нашей территории. Русские кадыровцы и так далее насиловали наших женщин. Она пишет о том, что она будет вспоминать, если ей будет говорить о русском балете, о великом русском балете, она будет вспоминать, как на глазах у родителей не один раз насиловали их дочь. Молодую учительницу с броваром. Она говорит о том, что будет вспоминать о десятке, а может и сотне изнасилованных украинских женщин. Она будет вспоминать о том, как 15-16-летние девочки из Бородянки зазнали страшного насилия кадыровцами. Она будет вспоминать, как тела пяти изнасилованных молодых девушек, убитых и оставленных прямо на дороге. Она будет вспоминать это мерзкое в перехватах, будем трахать, хохлушек. Она будет вспоминать, что мальчика с Гастомеля на глазах, которого русские солдаты застрелили в его отца. А мальчике, который убегал с бабушкой в лодке, и бабушка утонула, а мальчика до сих пор целый месяц ищет. Она говорит в таком смысле, что вся российская культура для нее просто исчезает. Вот. Ну, я, конечно, человек воспитан в Советском Союзе. Она тоже, Татьяна Колос. Вот. Моя бабушка говорила, нету плохой нации. Так меня бабушка воспитывала. Я это хорошо запомнила. Это касалось евреев. Вот. И, ну, мы сейчас все на эмоциях. Но я ненавижу насилие в любой форме. Мне все равно, кто мне из насилие. Украинец, русский. Не в этом дело. Понимаете? Я ненавижу всех, кто претендует на мою жизнь. Всех. В любой форме. И с этим надо бороться. С этим нужно бороться. Бороться нужно с тем, что Украину достали уже. Как страну, в которой можно было приезжать и развлекаться. Было такое до войны. Было. Кто с этим бороться? Все равно было. Правда? А я уже говорила. До войны. Что если вы принимаете законы о проституции, то пусть ваша дочь пойдет работать проститутой. Вот так надо для жизни. Надо воспитывать всех людей. Если бы в Советском Союзе было там такое. Наверное, такого не было. Во всяком случае, у нас все это звучало мерзко. Когда мы слышали о раннем сексе у одноклассников. Что перевернулось сознание людей? Доступным стала любая информация. Когда мне знакомое показало со смехом, как на видео записывает грубый секс с одной девочкой. И это же все распространялось. Кто с этим боролся? Кто с этим боролся? Или может мы таким образом с ненавистью к русским? Я прочим насилие, вообще убийство и так далее. Но может украинцы решат, что им все дозволено? Но давайте не забывать о тех, кто выходили. Сейчас 10 тысяч сидят в тюрьме в России. Они выходили в одиночный пакет, пикеты, мужчины и женщины. И боролись против войны. Давайте не будем этого забывать. Аврааму Бог сказал, что ради 10 я спасу весь город. Нельзя об этом забывать. Да, говорили, Гитлер любил Вагнера. Все, забудем Вагнера. Было такое? Было. Но мы же с этого смеялись. Правда? Да, мы сейчас все на эмоциях. Конечно, я уже говорила. Правильно сказал равен еврейский, что потерпи, когда человек в гневе. Потерпи, не говори. Я сама в гневе. Есть лично что рассказать о насилии. Просто не хочу. Но я ненавижу насильников. Я ненавижу алкоголь, который переворачивает мозги людям. Написано. Не упивайся вином, от которого бывает распутство. Есть такое? Есть. Вот откуда распутство. Агрессивных людей хватает везде. Или украинца не насилуют. Давайте бороться с природой человеческой по-другому. Она нуждается в освящении, Словом Божьим. Понимаете? Бог себе славы. Не хотел такой, знаете. Но он хочет объяснить людям, что нужно для жизни вечной. Я против воровства. Но не только русские воруют. Правильно? Каждый раз, когда вы будете рассказывать мне про великую русскую культуру, я буду вам рассказывать про десятки перехватов разумов у российских солдатей с их матерями-дружинами, разумов у каких Крыма, грубое слово, ничего нету. Но у нас что, не матюкается? У нас разве не матюкается? Разве не выставили на три буквы, что я не могла читать новости, там вот это вот стоит? Ну я не могу. На заводе матюкается. Я не могу. Мне неприятно. Неприятно, понимаете? Я против войны вообще. Но! Это не повод ненавидеть всю нацию. Объясните мне. Почему мы ненавидим всю нацию? И как же добиться мира, если мы будем ненавидеть всю нацию? Мы слишком все умные, да? Сейчас историк российский сидит в Португалии, но она говорила, как это Ленин желал проигрыша в своей власти? Плохой человек Ленин. Он хотел, чтобы царская Россия проиграла войне. А сейчас что она желает? Она сидит, спряталась от Путина в Португалии. Понимаете? Российский историк. Или она желает выигрыша в своей стране в этой войне? Вот мне интересно. Понимаете, о чем я вообще в принципе говорю? Есть какой-то предел, который можно переходить, который нельзя. Все очень сложно, конечно. Люди погибают. Мы идем на жертвы. Нет, она дает интервью нашим каналам и осуждает насилие. Но она желает проигрыша в своей стране в войне. А Ленин был плохой, потому что он желал проигрыша. Ленин останавливал войну, а его обвиняют, что он убийца. Извините. Благодаря Ленину был подписан мирный договор. В Брестке или где они там подписывали? В семнадцатом году. А то, что была гражданская война, это проблема тех, кто не хотели отдавать власть и всё. Надо защищаться. То есть давайте будем рассудить им. Насилие – это большое зло, это мерзость. В любой форме. Но если их жены воспринимают, что муж пошел изнасиловывать украинку, то кто она вообще-то жена по натуре? Понимаете? Если муж расскажет жене, что он кого-то изнасиловал, что это такое, в принципе? Это измена. А за измену – это повод к разводу, написано в Библии. Повод к разводу, понимаешь? Он изнасиловал украинку, жена должна с ним развестись, потому что он ей изменил. Понимаете? Если изнасиловал, в Библии написано, он должен жениться. Понимаете? Вот так надо воспитывать людей. А кто у нас чему воспитывает? Кто у нас чему воспитывает? Где? Церковь, воспитание, послов. До сих пор, папа мой, говорит, что Библия – это не Слово Божие. Где? Видите, в чём проблема? В том, что церковь не на своём месте. Сами это всё делают в церкви, да? Сами не против с кем-то переспать, да? Так Ленин говорил о том, что изнасиловали католические священники, развращая женщин. Он ему говорил об этом, да? Он говорил, может, не с твоей стороны, что соблазнен, что он неверующий. Он неправильно смотрел на это. А разве это не неприятно, когда тебе священник, ты ему хочешь изныть душу, а он тебя насилует. Я о чём говорю в той церкви, что мне тоже хотели соблазнить? Священник такая она, понимаешь? Вы понимаете, что кругом, разряд, кругом. Как его останавливать? Вопрос. Президенту Зеленскому. Что он там рассказывал? Мне рассказывал вот в Фейсбуке, что он якобы приставал за её внучкой. Минучка. Была на Зеленском. Вот такое мне рассказывал. Что бегал за ней, пока не вышел отец и не поставил его на место. Девочка молодая, при жене бегал, добивался. Такое рассказывает. Подъебайте на меня в суд. Понимаете? Чего вы бегаете? Вам сказали нет. Чего вы добиваете? Сказали нет. Что это такое? Я хочу, я знаю. Я верю этому человеку, она не будет врать. Это было доброе избрание. Что происходит с мужиками вообще в принципе? Свой, чужой, украинец, русский, еврей. Какая разница? Наглецы. Всё схвачено в жизни. Красавцы. Может, вы считаете ещё число побед? Во власти сколько наглости по отношению к подчинённым женщинам. Нету такого. Война только обостряет эту ситуацию. Жал, жаль, не людей, говорит Иисус. Три дня они со мной, а нету что кушать. Духовной пищи не хватает людям. В интернете полно предложений, информации. О чём читают? О событиях на фронте, пар на сайтах, покопаться. А слово «кто?» Остановился и ответил на призыв. Остановись и познай, что я Господь. Остановись и познай, что я Господь. Кто к этому призывает? С кем можно говорить? Вот так хочется мужчинам куда-то налево пойти. Остановись и познай, что есть Бог. Дай покой человеку. Ничего не останавливает мерзавцы. Даже женские обычные дела не остановят. Тебя в рот возьмут. Вот такие мужики. И нации разные. И во время мира, когда войны нету. Война обостряет проблемы. И с ними нужно бороться. С этой мерзостью нужно бороться. Тюрьма плачет по многим насильникам. Я не знаю. У меня до сих пор, конечно, много вопросов к России. Почему они нас так ненавидят? Это серьезный вопрос. Я уже об этом говорила. В 2000 году мне открылись глаза, когда пошла помогать подруге ремонт делать. Пришел мужчина и говорит, мой сын лежал в больнице в России после этих событий, когда расстреливали парламент с танков. За ним никто не ухаживал. Черви были в ранах жили. Уже до такого состояния. Только потому, что он украинец. Значит, ненависть есть у русских украинцев. Есть. Превозношение. Да, это признаки нацизма. Согласна. Я с этим не спорю. Но я не верю, что вся нация такая. Не верю. И покаяние нужно за всю нацию. Потому что рассчитываться за все, что сделали нам, придется всей нации. Вся страна будет отстраивать нам дома и возвращать убытки за моральную ущербтуру. Вся российская страна. Поэтому надо каяться всей нации. Вот в чем покаяние. Потому что в ответе будет все поколения. Потому что это сильно ударит по финансам страны. Платить депортацию. Господи, как оно там называется это слово? Репарацию. Господи помню. Извините. Я сдала кровь. Сегодня головокружение было с утра. Но просто больно. От всего. Понимаете? От всего. Когда приходит к тебе подруга и не было войны. Понимаешь? Вымызанная в грязи. Какое-то барахло. Ее затащило там в яр. Хотела взять. Понимаете? И человек хотел на себя наложить руки. Понимаете? Нету насилия. Вообще. В принципе. В мирное время тоже. Нету проституции. Нету разврата. Остановитесь и познайте, что есть Бог. Он вам даст возможность. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутствие. Только Бог может дать сил выстоять. Противостоять этим соблазнам. У него власть. Починитесь Богу. Покоритесь Богу. И дьявол убежит от вас. Я не знаю, как остановить войну. Мы в ярости. Все в шоке. В реале это все простится. Мы тоже иногда не можем остановиться, когда надо было бы остановиться. Своей ненавистью. Поэтому Библия учит, что кому-то нужно остановиться. Кому-то нужно простить и может многое простить. Но без Бога мы ничего не сможем сделать. Это похоть. Это безбожие. Оно в нашей стране тоже очень сильно. Воровство. Мы будем говорить, что нас ограбил русский народ. А наши олигархи нас не грабят. Какие у нас зарплаты? Кому-то все. А кто-то за всю жизнь не выезжал за границу и не видел ничего. Это правда? Так русские виноваты только в наших страданиях. Они из-за того, что не туда пошли финансы, у нас нет защиты до сих пор. За восемь лет мы не защитились. От возможной агрессии России. Давайте считать и давайте думать. Кого прощать. И кто должен отвечать. И кто должен сидеть в тюрьме. За разграбленные. До войны. Государство. Так что я призываю людей всех. Так просто по приказу. Понимаете? В Советском Союзе, считаю, было хорошее образование. Все учились. Если был бы Советский Союз, то образование было бы на высоте. Никогда бы никто не зашел бы в Чернобыле копать окопы. Ну, конечно, и вообще против войны. Но это безумие. Из-за того, что нет образования. Нет. И они и необразованные люди. Потому что в интернете сидят и читают то, что хотят. Вот им нравится. Как у меня ученица была. Как только эти появились уже первые книжечки с решенными ответами. Ребенок учился на пятерке математику. Все хал на троге. Вот в интернете все ответы на вопросы. А мозги не работают. А мозгам нужны упражнения тоже, чтобы развиваться. Поэтому люди, извините, ограниченные. Но они что-то знают. И еще ненавидят тех, кто чего-то не знает. Пожилые люди для них необразованные. Потому что они в некоторых вопросах, как там в интернете, что найти. Или как защитить свои, допустим, аккаунты и так дальше. Что-то я не знаю. Туповатое. А вообще-то надо любить людей. Учиться любить людей. Вот. И я считаю, что у тех, у кого нет любви к людям, просто как раз это и есть уровень интеллекта. Вот это мое такое мнение. Вот так. Потому что Сократ сказал, что я знаю, что я ничего не знаю. Вот эта скромность и украшает людей. Понимаете? А мозги у всех одинаковые. Если у меня переполненной информацией голова, что-то выскакивает. Если у меня сегодня нету сна, потому что я бодрствовала и молилась, чтобы в Украине был мир, то может мне что-то выскочит с головы. Может, надо любить, а не унижать человека. Ублюдков хватает везде. А война – это страшно само по себе. Страшно, понимаете? Месть срабатывает, конечно, безусловно. Бабка отравила солдат. Я так понимаю. Наша украинка. Русских солдат отравила чем-то, пирожками ядовитыми накормила. Они же ждали мира и цветов. Ну вот и бучи отравили там или где-то. Печенье или что это. Понимаете? Это всё месть. Это всё взаимосвязано. Вот так. Вот так мы сейчас будем дальше, дальше и дальше. Понимаете? Поэтому я считаю, что война, если уже есть война, это дело военных. Вот такое мое личное мнение. Вот. А насчёт насилия – это ублюдки. Это моё мнение. Вот просто ублюдки. Просто ублюдки. Я думаю, что не все такие. Потому что мне рассказывали, что в других селах были сибиряки, другие национальности с Россией. И никто не обижал. И наоборот, возили раненых там ещё в Белоруссию наших. То есть разные есть люди. Разные. Понимаете? Вот такое мое личное мнение. А войны нужно останавливать. Каким образом? Вот таким словом – покаянием. Просто покаянием. Призывать людей к покаянию. Вот. И объяснение, что нельзя ненавидеть, нельзя убивать. Вы понимаете? Мы хотим мира. Станьте, пожалуйста, в наше место. Вас обманывают. У нас нет такого желания быть в Советском Союзе опять. Вот это надо просто объяснять всем. Мы хотим жить отдельным государством. Украина – это нация, которую нужно уважать. Мы требуем уважения к своей нации, к нашим женщинам. И объяснять элементарно, да? Хочешь секса – женись. Вот так надо жить. Вот в таком воспитании должно быть всё. А у нас какое общество? В интернете воспитываться. Так закрывайте порно-сайты. И всё. И не будет ничего такого. Будьте благословенными всех, кто любит Господа. Покайтесь и познайте, что Бог един и Он любит всех. Горе миру от соблазна. Горе миру от соблазна. А соблазны где? В церкви. Об этих соблазнах Бог говорит. Горе миру от соблазна церкви. Что недостойно возглавляет церковь, а там ищет финансовый успех, благополучие. Я точно знаю, как моему брату говорил товарищ. Иди с папом работать. Там такие доходы хорошие. Ну, такое есть. Понимаете?